Всем привет, меня зовут Алена, я придумала фермерский. В первую очередь мне очень хотелось найти такой формат жизни, в котором я максимально здоровый и максимально счастливый человек. Я поняла, что то, что я ем, то, насколько я активно занимаюсь физическими упражнениями, и то, насколько я качественно провожу свой досуг, развиваюсь духовно, эмоционально, чувственно, интеллектуально, оно напрямую отображается на качестве моей жизни. И вот я, испытывая на себе самые вообще разнообразные форматы взаимодействия этих трех составляющих, поняла, что это единственный путь действительно быть счастливой. Я просто посмотрела в Бойрке, что у меня в доме около 4 или 5 аптек, где я живу, но при этом почему-то нет ни одного классного продуктового магазина, где продаются какие-то натуральные, здоровые продукты. Я реально задумалась о том, что я болею 4 раза в год гриппом, но не понимаю, почему это происходит. Я начала разбираться, искать, и я поняла, что начинать нужно с еды, не лечить уже какие-то последствия, а начинать нужно с еды, и чем качественнее я себя начала кормить, тем, собственно, мой уровень жизни улучшился. То же самое касается энергии, которую я начала получать от физических нагрузок абсолютно разнообразных. Я осознала вот эту вот связь между тем, как ты заряжаешь тело физически, и как это отражается на твоей жизни, там, достигнув какого-то определенного возраста, они боятся падать. И вот джиу-джитсу, оно учит тебя не просто как напасть на человека, оно учит тебя как упасть и при этом себя не повредить. И поняла, что, ну, у нас не то, что нет подобного формата мероприятия, у нас, в принципе, нет этого и какими-то отдельными частями. И мне очень захотелось создать такое место, такое пространство, в котором каждый человек может прийти и приобрести какую-то новую, классную, полезную привычку. И вот, собственно, на всем этом возник фермерский как место максимально натуральное, экологичное, здоровское, открытое, легкое и расслабленное. Поэтому у нас на фестивале можно здорово, вкусно, качественно поесть, купить себе домой классное фермерское вкусное еды, провести здоровское время со своими близкими, родными, детками и так далее и тому подобное, насладиться, насколько можно, там, музыкой, выступлениями артистов, попробовать себя в разных новых направлениях физических и послушать какие-то классные лекции от невероятных спикеров. Так вот, если хоть один из этих людей придет домой, подумает, блин, я сегодня послушал про фастфуд, я лучше поем чего-то более качественного и натурального. Я хотела, чтобы как можно больше людей начинали проводить свой досуг качественно и здорово. Вот, например, прям сегодня у нас представлены на маркете точки, которые работают в горке. И мне даже интересно вместе с вами пойти и спросить, ребята, вы сегодня получили новых клиентов? Вы сегодня получили какой-то для себя новую прибыль, новый опыт? Вы получили новый опыт? Возможно, сегодня к ним подошло на маркете 200 людей, которые сказали, а вы продаете кофе на соевом молоке или там на безлактозном, а вы там, я не знаю, делаете там раф? И ребята придут завтра и будут весь день учиться делать раф и там, искать свое молоко. И это окей, вот я считаю, что это уже и есть рост. Все какие-то, мне кажется, негативные комментарии с мероприятием, они связаны исключительно с тем, что человеку страшно, что что-то изменится, потому что болото свое, родное, близко к телу. Вот, а тут мы взяли и затеяли что-то прикольное. Ну, я считаю, что можно справиться с этим только одним способом. Прийти, понаходиться в этом пространстве, ощутить безопасность, ощутить то, что все классно, все круто, все здорово, расслабиться, получать удовольствие и развлекаться с нами на фермерской. Прикольно! Сидим, отдыхаем, сейчас еще кофе будет, вообще круто будет. Так что приходите на фермерский. Приятно, что здесь такое может быть. Не ожидал, что, не понял, начали где на стадионе это поспорить. Ну, чтобы БРК жила, надо, конечно, такое делать почаще. Много разного такого подобного. Я считаю, что люди, которые следят за своим питанием, это заведомо успешные люди. Мы продвигаем не яблоко, мы продвигаем занятия, развитие детей. Этим прекрасным видом единоборств я занимаюсь 15 лет. Все выготовлено из эко-материалов, свечки из ващины. При сгорании они выделяют фотоциды, которые безотипуют полиция. Очень удачно придумали вот саверевая штука. Я бы, наверное, сам с удовольствием попрыгал. Ну, а пока только это самое, катал детей. Очень понравилось. Расскажи свои впечатления. Очень круто! Мы еще не знаем, куда вы пришли. Вы решили протестировать, да? Да, да. Редактор субтитров А.Семкин